Достаточно сложный матч, в сложном ключе проходил, достаточно неплохо знаем друг друга и на предсезонной подготовке были товарищеские игры и хорошо изучили сложный соперник, хорошая команда, салют, с хорошим настроением вышли к сожалению там чуть торопились, спешили, был у нас процент брака достаточно высокий и плюс к реализации моментов, как минус, минус реализация моментов у нас хромала рад, что в конце нашли эпизоды, оказывая давление нашли эпизоды, которые привел к пенальти и к последующему голу Вы сказали про процент брака, много ошибались, особенно в команде Потому что достаточно хорошо с чего начал, достаточно хорошо знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны Я про свою команду немножко торопились и старались быстро находить свободные зоны за спиной перед линией защиты соперника, не всегда, к сожалению, получалось По персоналям немножко можно? К вам перешли два бывших наших игрока, они усилили вашу команду? Безусловно, безусловно, достаточно хорошие игроки, очень сильные в своих позициях и поэтому на них обратили внимание, усилили Игорь Александрович, ну вот, как только было нарушение, скамейка ваша кричала на бат То есть человек сегодня должен был бить пенальти Ну, да, да, у нас есть игроки, которые умеют это достаточно хорошо, холоднокровно самое главное делать Сами понимаете, зрительская поддержка И достаточно сложно в этих эпизодах собрациализоваться Он молодец, он со стойким характером и самообладанием, и плюс реализации Какие конкретные задачи стоят сейчас перед командой? Потому что в социальных сетях, в политических сообществах обсуждаются цели задачи команды Каковы они сейчас конкретно? У нас цель и задачи подготовиться, сыграть ближайшую игру дома с Новосибирском и победить Мы настраиваемся на каждый конкретный матч А далеко, тут только соревнование началось И еще достаточно долгий путь и какие-то долгосрочные перспективы Ну, очень тяжело давать Так что у нас есть ближайший матч, мы на него настраиваемся И вот это основная задача Ваш президент сказал, кто же пришел в интернете везде Он сказал дословно Мы не расстроимся, если выйдем в золотую группу Расшифруйте нам это выражение, можно вам подробно объяснить Да нет, я думаю, любой руководитель будет рад Если команда выигрывает, занимает первое место и выходит дальше играть Это нормально Так что мы стремимся еще на какие-то долгосрочных, вперед идущих целей У нас ближайший матч, мы должны на него настроиться и постараться выиграть Спасибо Все три экс-салютовца сегодня получили желтые карточки Это вы как-то особо настраивали на игру или на течение обстоятельств? Я думаю, тут обе команды были с хорошим настроением, с хорошим желанием играть в борьбу Выиграть эту борьбу, это нормально, это футбол, это контактный вид спорта А прописка тут не имеет значения Имеет значение, футболист на поле, его характер, желание выигрывать в борьбу Ну, не всегда, к сожалению, там получается чисто Но нацеленность у обеих команд была и наше не исключение Спасибо